добрый день уважаемые друзья очередное видео для вас всем привет подписчикам не подписчикам все кто смотрят хочу зачитать интересные несколько статей тут как говорится одна из статей наживается пчеловоды уничтожайте восковую моль 1960 год номер 5 вот интересный опыт уничтожения моли о том какой вред причиняет пасеке восковая моль хорошо известно пчеловодам это опасный вредитель поражает гнезда не только слабых и больных но и нередко и сильных семей пчел содержащихся в добротных улях и в чистоте бабочка восковой моли чаще всего проникает улья вечером и ночью через нижние литки которые в это время суток пчелами не охраняются однажды мне пришла мысль оставить у сарая на ночь тарелку с медово-перговой смесью утром на следующий день я обнаружил в ней 40 утонувшихся бабочек большой и малой восковой моли на следующую ночь я повторил ту же операцию но к медово-перговой смеси добавил немножко дрожжей на этот раз тарелки оказалось семьдесят три бабочки считаю что если каждый пчеловод применит такой способ вылавливания опасного вредителя восковых построек пчел польза от этого для практического пчеловодства будет большая хороший метод советую применять потому что как и осы как и все остальные вредители которые залазят улях питаются хотят попитаться медком и уничтожают пчел и так если вот это вот поставите значит напоминаю медово-перговая смесь то есть он рамку с медом и с пыргой прочистил одну взял достал ее прочистил в тарелочку и поставил она смешанная там было вот и ночью пчелы чей-то молит а летает и она попадается то есть ее можно так сказать как он тут сказал на ночь ставил оставить у сарая на ночь тарелку ну рядом там у нас где угодно поставить но утром на поэтому пчелы налетят поэтому надо утром убирать он тут не написал но практика подсказывает что надо как-то этот вариант довести до совершенства и так друзья еще очередная статейка заготовка и хранение перги она очень интересно правильная тут написано я думаю что надо взять во внимание всем кто хочет иметь сильные семьи обязательно должен иметь запас перги с весны а если этой перги нету то и нужно заготовить и знать как сохранить некоторые сейчас занимаются тем что за заготавливает пыльцу потом сушит но хочу вам сказать сразу что после сушки и перга и пыльца теряют процентов 50 своего свойства поэтому посмотрим что здесь нам предлагает то она хорошая после сушки годится хотя бы 50 процентов и то уже хорошо вот ну они теряют ну здесь вот другого сорта заготовка идет ранее весной пчелы очень нуждаются в перги и 1956 году после выставки из зимовника я перевез уля в лиственный лес пчелы забили пергой почти все рамки как бы необходимо было найти способ чтобы освободиться от нее так как приближался взяток с липы то есть рамки забиты а взяток с липы ставить некуда мед качать не вернее ложить некуда я откачал мед и срезал ножом пиргу не разрушил среда с тени и сотов то есть середочку он оставил как листочек а эти соты из посрезал с боков вот вместе с первой и что он с ней сделал отобрал те рамки которые подлежали выбраковки то есть пергу протер через проволочное расшито с ячейками 6 вернее в три миллиметра эту массу скатал в комки размером с куриное яйцо то есть перга она с сотами и с воском вся он слепил ее такую и сложил как с куриное яйцо сложил трехлитровые стеклянные банки и залил медом после чего закрыл их марлей в два слоя как только мед сел банки обвязал бумагой хорошо законсервированная медом перга хорошо сохранилась до весны то есть меду все сохраняется за два дня до выставки меда перговую смесь и растопил в горячей воде как банку поставил кастрюлю с водой содержимое все время помешивал то есть что банка стояла в кастрюле с водой но не стояла на кастрюле можно под банку подложить кусочек деревяшки и поставить банку чтобы она вода кипела и растапливала уже вода они непосредственный огонь и добавил в эту банку в нее 20 20 процентов жидкого сахарного сиропа банка растопилась на эту банку он добавил вот сразу же после выставки восьми семям я дал по одному килограмму теплой медово-перговой массы и по пол литра жидкого сахарного сиропа другим только сироп жидкий сироп дал для того чтобы пчел на период холодов не имели нужды в воде поэтому если вы по весне даете прикормку с сахарным сиропом не то они не вылетают за водой им достаточно воды и поэтому так сохраняется ибо в холодную погоду часто летят за водой назад не возвращаются 12 апреля в прежней дозе повторил дачу медово-перговой смеси 10 мая все семьи пасеки осмотрел семьи которым давал меда перговую смесь имели 6-7 рамок разновозрастного расплода а те которые не получали и 45 рамок вот хотя ранее по силе они были одинаковыми то есть как видите перга или пыльца которую ранее весной пчелам практически не достать они в ней нуждаются и как раз именно тот период когда идет замена старой пчелы на новую и если вы это по весне можете увидеть что у вас забиты улья то производите работу и заодно вы эти старые рамочки почистите пчелы их оттянут и поставят ну и в крайнем случае захотите полностью это вырежете соты старые и поставите туда ващину если вы богаты как говорится на ващину а если не богаты то можно вот таким образом выйти из этого положения также еще один опыт работы с пиргой тут написано эта статья совершенно вот по такому вопросу как очистить соты от перги то есть это перга не свежая это соты давно уже там застарели или подсвели или еще что-то ну что-то такое к закаменели короче их рамка забита и вытащить невозможно вот читаем затвердевшую в ячейках пергу пчелы удалить из сотов не могут они обычно обгрызают вокруг выковырят вытаскивают или запечатают воском сверху ну в общем много работы практически что не как говорится по новой восстанавливает рамку чтобы выкинуть вот эту пергу я поступаю иначе рамки с ненужной пергой заливаю дождевой водой и помещаю на пять суток в зимовник или погреб за это время перга разбухнет и начнет частично вываливаться из ячеек такие рамки я выношу на волю расставляю вдоль изгороди на земле верхними брусками вниз то есть переворачивать сначала заливает водой и помещает на пять суток зимовник или погреб вот значит а потом их выносит это верхняя планочка переворачивает вот так ставит вверх ногами как говорится чтобы сотики всегда будут смотреть вниз и вымывает водой одну сторону другой со шланги по-видимому или сейчас прочитаем как он их тут вымывает это перга сравнительно легко вымывается водой путем 3-4 кратного опрыскивания сотов из ручного садового опрыскивателя вот такой опрыскиватель который он опрыскивает деревья вот оставшиеся ячейках воду после этого вытряхиваю рамки ставлю верхними брусочками вниз чтобы стекли стекла остатка воды вечером эти соты опрыскиваю с сахарным сиропом с добавлением меда и помещаю в гнезда пчел по одной рамки ну вот если еще и сиропчиком почти и побрызгать и с медом то естественно пчелы с удовольствием начинает вы вылизывать этот сиропчик этот как разбавлены с медом и естественно подчищают эти рамочки через четыре пять суток пчелы полностью очищают соты с частично оставшийся пергой расходу ее по-видимому на себя или на расплод если перга после первой обработки оказалось недостаточно разбухший я снова заполняю рамки водой помещаю в зимовник еще на двое-трое суток затем повторяю процедуру с промывкой сильно высохшую пергу прошлых лет размягчить водой невозможно если соты с такой пергой просвечиваются ячейки их осторожно срезаю пасечным ножом до середины а во время хорошего взятка ставлю внес до сильных семей как обычные рамки с ващиной то есть если не старая сота то он ее просто обрезает и оставляет середочку как говорится и они потом оттягивают итак друзья до встречи подписывайтесь ставьте лайки в конце видео вы можете нажать кликнуть на любое видео которое вам понравится высветится там и удачи вам хорошей зимовки и как говорится возьмите во внимание все что вы слышите отметьте в дневничке и вас будет успех если вы будете практиковать не будете практиковать а будете слушать знаете справку давали в школе свое время прослушал не получил аттестат зрелости так удачи до встречи до новых видео ждем вас опять спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...